Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 августа, я продолжаю разрезать все томаты и показываю вам все их внутренности. Ну и конечно вот дошла до Кенигсберга. У меня 53 вот этот золотой Кенигсберг, а 53а красный Кенигсберг. О золотом Кенигсберге я в прошлом году очень много снимала. Вот золотой Кенигсберг, потом южный загар. Вот эти такие вытянутые перцевидные томаты, оранжевые, желтые, они являются одними из самых сладких сортов. Если вот он вызреет до такой степени у вас, если у вас погода не подкачает, и томат, если вызреет на кусту, это просто... Это просто... Надюшка мешает. Объедение. Вся мякоть... Вообще... Вот про такую мякоть вот и говорят, что мякоть медовая. Но, конечно, опять же я скажу, что у нас нынче лето помогло нам, вот эта жара. Томаты вызрели, все сладкие. Но все равно, даже не в такое жаркое лето, вы видите, какой томат. Он, как всегда, многокамерный, он очень мясистый. Но вот этот у меня перевисел, немножко треснул. Можно вот, который поменьше разрезать. Во-первых, много мяса томатного. Во-вторых, то, что оранжевый и желтый, вы все знаете, что они более сладкие. И вот этот вот Кенигсберг золотой, вообще он генетически такой предрасположенный к образованию сахара повышенного содержания. Считается одним из самых сладких томатов. Я вам в каком-то видео, помните, говорила, объедалась вчера Кенигсбергом. Но и красный. В красном не столько сладости, как в желтом. Он, конечно, немного уступает, но он тоже мясистый. Для салатов идеальный вариант. И тем более красный. Очень хорош еще и в засолку. Если он не сильно сладкий, и в салат у вас вы не успеете весь его употребить. Это вот на первых кистях, на более низких он крупный. А потом-то он вот такой вот идет, как перцевидной формы. И он очень хорошо для консервирования. Но потом, конечно, и золотой, маленький вот такие получаются. Вот Кенигсберг золотой. Тоже вот такой, такой тоже можно солить. Короче, вот Кенигсберг, что золотой, что Кенигсберг красный, считается одним из самых лучших и красивых и сладких томатов. Но он у нас вот вызревает запросто в открытом грунте у нас в сибирском регионе. Не знаю, если честно, в теплице ни разу их не высаживала, потому что я стараюсь те сорта, которые могут вызреть в открытом грунте, которые специально для этого выведены. Вот это вот в Сибири прекрасно они выращиваются. Я в теплицу сильно не заталкиваю, потому что на улице все-таки проветривание лучше и все. Если уж, например, погоды не будет, то будет пасмурно, что в теплице, что там. Но вот у меня в открытом грунте дают прекрасный результат. И Кенигсберг золотой, и Кенигсберг красный. И Кенигсберг красный.